Доброго утра, братья. Давайте помолимся. Господь, Отец наш, мы благодарим Тебя и славе за день сегодняшний, ясный, солнечный. Спасибо Тебе, что пребываешь с нами, Господи, поддерживаешь нас. В трудных порой решениях иногда нас сталкиваешь с трудностями, заставляешь попереживать, поволноваться. Но все же Ты с нами, Господи. Благодарим Тебя за то, что не покидаешь наше сердце, за то, что потерпевают нам, за то, что прощаешь нас за наши ошибки. За наше неверие, за малодушие, сквозь простильность. Ибо порой мы падаем, но надеемся на руку твою, которая поднимет, поддержит и всегда поможет. Во имя Сынца Христа мы говорим. Аминь. Доброе утро, братья и сестры. Песочные сборнички. 73 гимн. Вновь склоняюсь и молюсь, я открываюсь Богу Своему. Закрыв свои глаза, я становлюсь все ближе Господу. Песочные сборнички. Песочные сборнички. Песочные сборнички. Песочные сборнички. Песочные сборнички. Но надеемся по refereeов. Боже materia телка. Песочные сборнички. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok 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 По закону Можно было Идти мимо чего-то поля и истрывать колоски Не занося сел Но это было в субботу И если парисеи Увидев Учеников Которые по их мнению Жнут Пшеницу таким образом Добывая себе пропитание Сказали что Субботу этого делать нельзя Понимаете что Суббота это важный закон Один из десяти заповедей Которые Моисей получил на горе Синай И нарушение его карается смертью Это правда И тут начинается очень глубокая Теологическая беседа С фарисеями Потому что они учителя Иисус разговаривает с ними на их уровне И он говорит им такие слова Не читали ли вы Что Давид со своими товарищами Ел хлебопредложения И все как бы нормально Парисеи не поняли Вообще к чему это При чем здесь Давид При чем здесь его товарищи и хлебопредложения Когда суббота Когда нельзя жать хлеб Связи никакой не увидели Тогда Иисус им дает Второй пример Не читали ли вы в законе Что священники в субботу Нарушают храм Священники в храме нарушают субботу И при этом остаются невиновными Вот на это обратите внимание Что священники в храме И опять парисеи не понимают При чем здесь это Они конечно же читали то и другое Но Это священники Это храм А здесь суббота Здесь рыбаки идут И жнут хлеб И едят Чего не должны им делать Никакой связи они не понимают Тогда Иисус говорит Если бы Знали Что значит хочу милости А не жертва Иисус Христос свидетельствует Что фарисеи не понимают Что такое милость Они не знают Что такое милость Что именно не понимали фарисеи Что такое милость Матьфей 23.23 А другие отмейте особенно Где Иисус Христос говорит Что такое милость Там будет сказано, что самое главное в законе – это справедливый суд, милость и вера. Другими словами, паритеи не понимали самого главного в законе – справедливый суд, милость и вера. И говоря эти слова, Иисус Христос нам дает первый принцип понимания закона Моисеева. А именно, что в законе Моисеевам есть что-то самое главное и второстепенное. И вот этого принципа фарисеи не знали, не понимали. Потому что он сам говорит, если бы вы знали, что значит «хочу милости», а не жертвы, они этого не понимали. Поэтому для них это все было непонятно, что он говорит. Теперь, чтобы понять весь этот разговор, идем в обратном направлении. Не читали ли вы в законе, что священники в храме нарушают субботу и остаются невиновными? Субботние всесожжения – это числа 28 глава, стихи 9-10. Субботние всесожжения, где священники брали двух агнцев, без порока годовалых, частей фемуки, елей, все это смешивали и сжигали на жертвенника. И вот дилемма. То ли субботу святит, как заповедано, великий праздник, то ли субботние всесожжения для Бога. Что из них выполнять? И выполняется субботнее всесожжение для Бога, как приоритетный закон по сравнению с субботой. И закон считает, что они по закону невиновны. Нарушая субботу, они становятся невиновными. Отсюда мы видим второй принцип понимания и использования Ветхого Завета закона Моисеева. Что есть приоритетные законы, которые более важные, чем какие-то другие. И по закону можно менее приоритетные, менее важные нарушать, оставаясь по закону невиновными. Это второй принцип, который надо было знать фарисеям. Они этого не знали. Вам известно, что фарисеи знали и уделяли внимание маленьким законам. Комара они что делали? Отсаживали. А самое главное в законе верблюда. Они не обращали на это внимания, они его проглатывали. Это основная проблема фарисеев, как они понимали закон. Итак, поднимаемся выше. Не читали ли вы, что Давид со своими товарищами ели хлеба предложения? Хлеба, которые были только для Бога и священника. Из каких соображений, почему Абимилех берет хлеба предложения от лица Бога? 1 Царства, 21 Глава. От лица Бога берет и отдает. По какому принципу? По закону милости. Закон Божий, милостивый. Он дает человеку второй шанс. Он снисходительный к человеку. Он не злой, не кровожадный. Он воспитывает и дает человеку исправиться. Фарисеи считают, что их понимание закона, что он жестокий, что он коварный, что надо обязательно наказать. И это ошибка фарисеи, потому что суд говорит, что самое главное в законе, это справедливый суд, это милость, это верно. Самое главное, закон должен быть милостивым, добрым должен быть. Так Павел говорит, что закон добр, но только для тех, кто правильно его пользуется. Если неправильно пользуется, можно всех наказать. В этом случае мы забываем самый главный закон. И последнее, что ученики, когда ели рядом, находясь с Христом, с Богом, ели пшеницу в субботу, и он заступался за них, потому что они взалкали. Потому что Бог милости. Весь закон говорит об Иисусе Христе, о милости Вом, о жертвенном. Боге, о добром Боге, а его представляют закон, как злой, коварный, беспощадный. Это неправильно, это фарисейское видение закона. И так мы сами теперь видим, как фарисеи понимали закон, как они его извращали. И как его надо было понимать, что самое главное, это милость, это приоритет одних законов больших над другими, менее. Хотя и то, и то надо соблюдать. И что нарушение одних законов на основе других не нарушает в целом всего закона. Ветхий Завет где-то водитель ко Христу. И вот от того, как мы понимаем Ветхий Завет, так мы относимся к Новому Завету. Если мы его правильно понимаем, мы правильно подходим к пониманию Нового Завета. Если мы неправильно его понимаем, Ветхий Завет, мы неправильно понимаем. И в наше время сейчас существует очень много учителей в динаминациях и, к сожалению, среди церквей Христовых немало учителей, которые понимают ветхий завет, как фарисеи. Они говорят, что закон жестокий, закон не дает второго шанса, закон не прощает, он не милостивый. Посмотрите, что Христос говорит? Он милостивый. Самое главное в законе – это милость. Понимаете, что Павел говорит? Закон добр, он хороший, милостивый. И вот от такого фарисейского неправильного понимания закона происходят вот такие абсурды, когда говорят, что фарисеи – образцовы исполнители закона. Если мы будем исполнять закон Иисуса Христа так же, как фарисеи исполняли закон Моисея, то мы пойдем против воли Бога. Они тщательно исполняли закон Божий и пошли против воли Бога. Кто вообще говорит, что фарисеи – образцовы исполнители закона? Когда Иисус Христос говорит, что они исполнены беззакониями? Они заменяют заповеди своими традициями? Кто говорит, что они образцовы исполнители? Иисус этого не говорит? Можно ли назвать людей, которые так утверждают последователями Христа? Они борются с ним? Но они на этом не останавливаются. Они говорят дальше, фарисеи, они говорят дальше, что Иисус Христос исполнил волю Божию, нарушая закон. Субботу он нарушил. Да, нарушил. Женщину взятую прелюбодяй нужно было по закону казнить, а он заступился за нее. Видите, он нарушал закон. Но волю Божию исполнил. Поэтому призыв к тому, чтобы исполнить волю Божию, закон надо нарушать. Но мы знаем, что сам закон разрешает нарушать в субботу, если стоит выбор исполнять ли нам более высокий закон или не исполнять. Например, обрезание. Если восьмой день выпадает на субботу. Делать ли нам обрезание в субботу или не делать обрезание в субботу? Обрезание – это вступление в завет с Богом. Вступать нам в завет с Богом или отдыхать в субботу? Конечно же делать обрезание. Нарушается в субботу? Да. Закон нарушается в целом? Нет. Иисус Христос говорит, что пришел не нарушить закон, а исполнить. Это самые последние черты. А эти учителя говорят, что Иисус Христос волю Божию исполнил тем, что нарушил закон. Можно ли их назвать христианами, которые говорят против себя, которые говорят то, что Он не делал? И таких учителей я знаю много. Откуда растет вот эта вот Силасофия, что нужно находиться более всего в личных взаимоотношениях, нежели исполнять заповеди Бога? Откуда это все растет? Откуда приоритет того, что личные взаимоотношения выше исполнения закона? Отсюда. От непонимания Ветхого Завета. Апостол Павел в 1 Коринфянам 7 глава стих 19 говорит следующее. «Все в исполнении заповеди Божьего». Апостол Павел говорит «Все в исполнении заповеди Божьего». Иаков говорит, пребывайте в законе, в законе, в совершенном законе свободы, пребывайте в этом законе, не выходите из него. Иеремия, Бог через Иеремию говорит, из первого глава, из первого стиха. Я заключу с домом Иуды, с домом Израиля новый завет. Спасибо. Спасибо. Заключу новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами, они его нарушили. Но я вложил закон мой в сердце. Он называет новый завет законом. И он говорит, что этот закон, этот новый завет должен быть в нас, в сердцах, внутри у нас, в совести нашей, в разуме, в эмоциях, в чувствах. Этот закон должен быть в нас. Мы не должны, как Иаков, выходить из этого закона. Мы должны в нем пребывать, исполнять его, правильно понимать. Это очень важно. Почему это важно? Потому что в Откровении 20 глава сказано, что открыты будут книги, и иная книга будет открыта, которая с книгой жизни. И судимы будут по написанному в книгах сообразно с делами своими. По написанному в книгах сообразно с делами своими. Судимы по написанному в книгах сообразно с делами. Что человек, что написано и что человек делал, будет сравниваться. Поэтому очень важно изучать Слово Божие, очень важно вникать в него, размышлять. И такие слова, как, например, я этого не знал, я этого не прочитал, мне об этом не говорили. Встретятся с такими словами Христа. Не читали ли вы? Не читали ли вы в законе? Как вы читали Писание? Не знаете вы ни Писания, ни силы Божьей. Это он говорит и фарисеям, и саддукеям. Очень важно знать Писание, очень важно знать закон Христов. Находиться в нем, пребывать его, содержать его в сердце своем, исполнять его. Все в исполнении заповедей Божьей. И так учить Христиан. Любить закон Христов, находиться в нем. Святить его, держать его в сердце своем. И тогда мы будем блаженными. Тогда мы будем, как и так, будем блаженными. Вот на этом я хочу закончить и пожелать вам знания, пожелать вам точности, любви. к Слову Божьему и исполнению всех его заповедей. Ибо он сам сказал, учите их соблюдать все, что я повелел вам. И тогда я буду с вами во все дни до скончания века. Аминь. 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 Аминь.